Прошло уже достаточно много времени после вспышки удивительной активности россиян, живущих в Европе. Практически одновременно в разных городах нескольких стран произошли автопробеги россиян с их флагами и символикой армии агрессора. Прошло время, но это осталось без анализа и оценки европейской прессы. На самом деле это было больше, чем рядовая акция, и поэтому почти полное отсутствие внимания к перформансам выглядит совершенно напрасным и даже подозрительным. Попробуем разобраться в том, что это было по открытым источникам и описаниям очевидцев. Вообще-то любое публичное выступление имеет целью обратить внимание местной общественности на события катастрофического или трагического характера, происходящее в стране, откуда прибыли мигранты конкретной диаспоры. Практический выход этой акции состоит в том, чтобы выдернуть местную публику из повседневной рутины, вытащить ее из теплой ванны, чтобы ткнуть носом в какую-то очень тяжелую ситуацию. Так украинская диаспора, собирающаяся на демонстрации, привлекает внимание к варварским бомбардировкам и ракетным обстрелам, которые российская армия подвергает наши города. А еще это внимание требуют районы, в которых они творят дикий террор или создали гуманитарную катастрофу. Понятно, что в Европе об этом имеют отдаленное представление. А многие из наших имеют родных и близких, которые либо стали очевидцами этой дичи, либо жертвами. Поэтому нашей диаспоре есть на что обратить внимание. Если с этой же точки зрения посмотреть на шоу, устроенное бывшими подданными помойной федерации, то найти хотя бы одну причину, которая их вынуждает что-то демонстрировать, попросту не удастся. На эту помойку никто не нападал и делать этого не собирается. Население этой страны ни одна иностранная армия не убивает, не грабит, не пытает, не насилует. Их города не превращены в руины. И далее по списку. Тогда на что же они обращают внимание? И тут все становится на место, если задать дополнительный вопрос, который в первом случае просто не приходит в голову, а именно, чье внимание привлекают? Очевидно, что украинцы привлекают внимание местного населения, которое находится в теплом коконе своей зоны комфорта. А россияне этого и не собираются делать в принципе, поскольку создают картинку для собственных СМИ и тех, которые заранее куплены в Европе. И тут возникает вопрос о том, кому эту картинку собираются показывать. Понятно, что для плебса, который живет в помойной федерации, такие мероприятия не слишком-то и нужны, поскольку там достаточно Скобеева и Соловьева или просто мультика, и пипл схавает все, что ему дадут. Тогда для кого все это было организовано? А то, что это организовано, не вызывает никакого сомнения, потому что спонтанно такая идея просто не могла прийти в голову людям в нескольких городах Италии и Германии одновременно, в один и тот же день. Кто-то должен был все это координировать и согласовывать работу участников перформанса и прессы в самых разных местах Европы. Очевидно, что такое может сделать только контора, а время проведения акции совпало со временем разгрома 5-го главного управления ФСБ за провал работы в Украине. Из-за поребрика приводятся данные о том, что на проведение подрывных мероприятий в Украине было израсходовано не менее 10 миллиардов долларов только через это управление, а результаты оказались, если не нулевыми, то совершенно неудовлетворительными. Причем деньги эти были вывернуты из хитрых фондов, куда их заводили окольными путями, прилагая максимум усилий. В общем, Путину стало ясно, что большую часть бабла освоили, как обычно, и на самом деле до мест дошли копейки. Ну а после того, как самые разнообразные вундервафли в боях показали себя, как обычные железяки, стало понятно, что и там бабло попилили знатно, после чего там начались репрессии. И вот главки ФСБ и ГРУ, отвечающие за Европу, должны были показать, что отпущенные им деньги пошли по назначению. А показать это можно путем, который завещал славный первопроходец освоения бабла, учредитель международной корпорации «Рога и копыта» Остап Ибрагимович Бендер. В таких случаях он советовал нанести удар автопробегом по бездорожью. Вот и здесь был организован автопробег, который легко снять на видео и показать по телеку, или что там смотрит Путин. Мол, вот царь-батюшка, куда денежки твои пошли. Ведь никому не хочется попасть в Матроску или Лефортово, где работают пыточных дел мастера высшего разряда. Вот и пришлось показать колонны легковушек, среди которых не оказалось ни одной «Лады Калины» с торчащими из них аквафрешами. Оно ведь как получается, патриотизм патриотизмом, а вот ездить каждый хочет на «Фольксвагене», «Ауди», «Порше», «БМВ» и ничего, что их деды воевали против техники именно этих производителей. То есть, чтобы избежать репрессий конторским, пришлось засветить свою европейскую, если не агентуру, то хорошо сплоченную пятую колонну, которая будет вставить метки для ракетных ударов, совершать диверсии, сеять панику и все то, что мы видели у себя в первые дни вторжения. По-хорошему, спецслужбы европейских стран, где всплыла эта пена, должны были зафиксировать каждого, кто принял участие в этом мероприятии и очень внимательно рассмотреть его на предмет связей с российскими спецслужбами. Хотя более действенным было бы лишение их вида на жительство или даже гражданство и депортация в страну, где они могут хоть круглые сутки ходить с флагом страны-агрессора и не иметь себе никаких проблем за это. А проблемы таки были. Так в Греции автопробег наткнулся на реакцию диаспор других стран. Машины лишились стекол и фар, а также были помяты ступнями ног окружающей публики. Часть флагов Помойной Федерации пошли на растопку прямо на улице, и дело чудом не дошло до того, чтобы туда же не пошли и сами автомобили. Но это в Греции, а в Германии все случилось несколько иначе. Насколько нам известно, бурной реакции непосредственно во время самого автопробега замечено не было. Но когда часть машин припарковалась, а их владельцы, довольные собой, пошли на перекус, все эти транспортные средства были облиты бензином и сожжены доброжелателями, которые оказались рядом. То есть немцы показали свою обстоятельность и основательность. Они не стали устраивать цирк на улице, зато устроили костерок в тихом спокойном месте. Ну а всем европейцам надо понимать, что большая часть мигрантов из Помойной Федерации ненавидит место своего нового проживания лютой ненавистью. И это несмотря на то, что приехали они туда по собственной воле и в поисках лучшей жизни. Судя по тому, что назад они не вернулись, лучшую жизнь они таки нашли. Но после этого они обязательно начинают делать одно и то же упражнение – тянуть русский мир на новое место. Причем сначала они его тянут в виде агентов ФСБ или ГРУ, а если представится возможность, обязательно потянут и танки своей родины. Уже это мы можем утверждать со всей определенностью и полным знанием темы. Таким образом, мы можем всем им дать один общий совет – гоните их домой, пока не поздно. Сейчас это можно сделать просто и канцелярскими методами. А если этого не сделать сейчас, потом это придется делать силой оружия. К сожалению, так было, есть и так будет. И поэтому каждая европейская страна, пока еще имеет выбор средств, как избавиться от этой чумы, должна сделать это. Мы такого выбора уже не имеем. Но имеем право на такие советы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова